Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Продолжаем играть с ней в различные андроид-игрушки и возвращаемся в The Walking Zombie 2. Собственно, погнались. Для начала изучим ассортимент торгашей. Может быть, у них есть что-то интересненькое. Так это фигня, это фигня. Я буду покупать необходимые нам вещи. Допустим, те же отмычки различных видов. Нифигасе на отмычки, сколько бабла уходит. Значит, патроны для моей винтовки надо бы купить. Я не помню, какие мне нужны. Давайте бинты тоже купим. Аптечки мне не нужны, эта фигня тоже. Я хотел купить, по-моему, патроны для автомата своего. Так что вот эти патроны мы сейчас купим с вами. И будем отправляться. Нифигасе, я просто тысяч восемь сейчас потратил. Охренеть можно. Так, еще бы я хотел зайти в мотель, изучить, что там у нас появилось. Тут у нас бинтики есть. Есть, опять же, патроны для моего автомата. И есть еще Радыкс. Будем сегодня отправляться с вами в город солнца, чтобы... Там, вроде говорят, квест есть, который не отображается на карте. Ну, то есть, типа, что он есть, но типа он есть на самом деле. Давайте еще покупим у чувака ракет. Да, еще 1400. Еще патронов различных. Давайте еще это прикупим, это прикупим. Оружие, вроде как, такого нового я в игре не увидел с момента выхода обновления. То есть, все старенькое. Патроны для винтовки мне неинтересны. Остальное, в принципе, тоже. Теперь давайте выложим в инвентарь некоторые наши ненужные предметы. А именно... Ну, все почти, да? То есть, ракеты, отмычки, патроны разные. Я думаю, что мне еще можно выложить. Да, вроде бы... А, еще отмычки. Да, отмычки вот такие. И, в принципе, нет. Таблетки мы с собой возьмем на всякий случай. Мало ли, пригодится нам... Опа, этот, как вы поняли. Так, теперь нам надо отправляться в город солнца. Как мы видим, здесь нигде не указано, что есть квест. То есть, не горит иконка того, что есть квест у нас. Но, по-моему, говорят, что это баг, и типа он просто не указывается. И надо бы еще получить некоторые наградки. А, что у нас здесь есть вообще по продажам за монеты золотые? Может, что-то интересненькое есть? Так, все, за деньги, за деньги. А, да, блин, перемотайте дальше. Грузовик за деньги. Ядерная броня за 540 монет, но у нас пока нету столько. Я купил ракетницу, поэтому сейчас мы на Мелисове. Так, сюда-сюда. Крутим пару раз колесико и будем отправляться с вами в город солнца. Ух, дачки умений! Вот это мне проперло. Ну, давайте еще раз покрутим. Я посмотрел рекламку, да, то есть, видите, таймер у меня остался, но при этом почему-то мне не дали этого... Как его называется-то? Не дали, короче, награду. Это первый раз такое, на самом деле. Обычно, типа, давали. Может быть, я что-то не так сделал. Нет, смотрите, мне не засчитали просмотр рекламы. Ну, ладно, давайте еще раз попробуем. В этот раз засчитали, хотя была тоже самая реклама. Как-то странно это работает, но окей. Типа, урон на 10% выше в течение 60 или сколько там минут? 20, наверное. На 60 минут, на 60, то есть на час. Окей. И теперь мы с вами еще должны, наверное, вложить пару очков умений в разговор. Типа, на будущее. Не знаю, правда, надо нам это или нет. Ну и поехали с вами в город солнца. Блин, надо было еще посмотреть, может, бензин где-то, скелет. Ну, давайте встретимся, почему бы нет. Типа, лишний лут не лишним будет. Так, вот мы, собственно, здесь. Но, правда, скелет это достаточно паршивый лут в качестве именно самого лута. То есть здесь, по-моему, лежит всего лишь предисловие и как бы на этом все. То есть я даже не понимаю, какой смысл мне лутать этот скелет, если тут кроме гребаного предисловия ничего и нет, по сути. Я не знаю, может быть, здесь есть какая-то головоломка, если вы кто-то знаете. Я пробовал залезать на сам скелет, но я по итогу там ничего не нашел. К тому же сейчас, по-моему, после выхода из одной из обнов, наверное, это вообще сделать невозможно. Хотя, может быть, и возможно. Можно попробовать, конечно. Но мне кажется, сейчас уже невозможно. Раньше было возможно залезть на скелет, сейчас это сделать, по-моему, нереально. Хотя, если вот попробовать с этих камней еще залезть... Не, видите, сейчас нас просто не пускает. Можно попробовать, конечно, еще с другой стороны обойти. Да, вот с этой стороны можно залезть на камень и, в принципе, залезть на сам скелет. Вот так вот по бочку идти наверх по скелету. Но ты тут падаешь в любом случае в одном из мест. Нет, тут даже не на сам скелета забираешься, а как просто идешь рядом с ним. Я вот не знаю, в чем прикол этой локации и что-то можно найти. То есть, как здесь с чем взаимодействовать, если вы знаете, напишите. Потому что я вот вообще не понимаю, для чего эта локация нужна, если здесь всего одно предисловие, и при этом больше ничего нет. Было бы интересно, если бы где-то на голове этого скелета что-то было, но вроде бы на голове тоже ничего не имеется. Не сверху, если посмотреть, не сбоку. Одно предисловие, это как бы такое себе. Ладно, нам надо выдвигаться дальше, поэтому поехали. Офигеть, 20 литров почти потратил. Ну и заходим в город солнца и поспрашиваем людей, то есть, правда ли то, что здесь есть квест, который не отображается как квест на карте. То есть, вполне возможно, мы сможем большого М еще разобраться с этим. Давайте первым делом торгашам зайдем и посмотрим, что у них есть по шматью. То есть, может, я смогу здесь тоже что-то прикупить. Давайте вот эту фигню. А это я не могу использовать. Патроны для лазерного оружия я возьму. Патроны для своей винтовки я возьму. Также я возьму отмычки. Да, прямо вкладываемся сегодня по деньгам жестко. Но, типа, пригодится нам это все на долгосрочно. Вот это, кстати, тоже я бы купил чисто, чтобы было на всякий случай. И погнали, сходим еще ко второму торгашу. Поболтаем с ним. А затем пойдем уже к большому М. То есть, опять же, хочу докупить ракет, хочу докупить еще каких-нибудь шмоток. Вряд ли, конечно, у них карты продаются. Но патроны для лазерного оружия и для обычного имеются. В том числе и ракеты. Так я, по-моему, что-то не то купил. Офигеть, как я жестко, конечно, проседаю по деньгам. Но, типа, это нужно. Это нам пригодится в любом случае в долгосрочной перспективе. Давайте мы скинем с вами отмычки. Патроны, патроны. Такие патроны. Руководство надо будет сейчас продать. А, я купил улучшенные патроны для автомата. Вот что я случайно купил? Ну ладно. Так, братан, держи тебе предисловие. И я пойду узнавать, что там с квестом. Так, квести, квести, квести. Говорят, у банды синих есть этот квест. А, еще в маленьком домике надо собрать сейчас эти наградки. Ну, то есть я там, это... У меня там лаборатория и, типа, бинты лишние не будут. И, кстати, на удивление, обычно, если там квест выполнен, то персонажи не отображаются. Их имена. А здесь, как мы видим... Так, у меня нет здесь лаборатории. Да, видимо, только патроны и бинты. Так, зайдем еще сюда, сбегаем. То есть, обычно, видите, никаких других квестовых персов не отображается имя. Кроме аса, естественно, у которого всегда есть задание. А вот у банды синих отображается сейчас, типа... Ну, иконочка того, что, типа, они здесь есть. Видите, у танцовщицы большого эма тоже. Так, открываем. Здорово, пацаны, чё, как вы? Так, танцовщица. Да, типа, у нее все то же самое, ничего, чтобы как-то с ней не взаимодействовать. Могу за особый танец заплатить, но, типа, мне это ничего не будет от этого. Большое имя, спасибо тебе, что избавился от СиДжей. Если бы ты этого не сделал, я бы сам его убрал. Теперь мне нужно все расставить по своим местам. Был рад помочь, скажи, если что-то нужно будет. Эм... А вот, смотрите, стоило мне с ним поговорить, как у него появился квест. Остались только проблемы с синим. Я решил вместо него производить сладости. О, прикольно. Расскажи поподробнее. Но мне не хватает особого ингредиента. Поможешь мне его достать? Квотербэка. Окей. Так, ну и вроде бы здесь мы разобрались. А здесь кто у нас теперь находится? Чисто пустой кабинет или все-таки... Да, видимо, чисто пустой кабинет. Никакого главного у них здесь нету. Так, ну давайте тогда отправляться к квотербэку. Это, кстати, зомби-квотербэк был, по-моему, да? То есть мне его надо поймать или что вообще? Я не понимаю, честно говоря. Ну, типа, квотербэк это зомби-квотербэк. Так, есть такие зомби-бегуны. И что надо, типа, с ними делать? Так, заходим. О, прям анимация есть. Прикольно. Типа он едет на своем трейлере. И что нам надо сделать с вами? Это мороженое. Подождите-ка. Это реально мороженое. Вагончик с мороженым? Как тебе моя машина? Отлично. Классная. Не хочешь поменяться? Нет. Мне не нужен вагончик с мороженым. Ты пока не можешь водить такую машину. Готовься к битве. Окей. А прикиньте, нам машину дадут на халяву за этот квест. Вот это будет имба. Особенно, если она еще и лучше моей машины. Ой-ой-ой. Здесь надо на скорость защищать машину. Блин, а как же мне ее защитить-то? Мне нужно было лазерное оружие, наверное, купить все-таки. Не знаю, или что-то типа того. Ну, как я понимаю, зомби-кватербеки просто не могут доставить эту машину. Они тупо меня игнорируют. Они чисто бьют грузовик. А у меня тупо не хватает силы, чтобы на ходу зомби убивать. Собака все-таки докусывает, как я понял. И здесь надо сколько убить зомби? 50 с чем-то, вы прикалываетесь? Да гребаная шавка. Мне здесь нужно лазерное оружие. Я как-то дурачок оставил его в городе. Надо было взять. Они не сильно кусают грузовик, но зомби самих много по себе. И те каких до хрена. Да блин, отвалите от меня. Часть зомбаков решила отправиться драться чисто со мной. Так, ну мне главное радиоактивного вынести. В принципе, кстати, они не особо атакуют машину. Они чисто прут на меня. То есть ни одного процента с тех пор, как я здесь вот расстреливаю зомби, не убавилось у тачки. Блин, я офигею, если там потом будет... А, вот эта вот шавка может все-таки дамажить тачку, поэтому от шавок надо сразу избавляться. Забрать пять мозгов квотербэка. Подождите-ка. Так пусть этот пока бегает, а я буду мозги собирать квотербэков. Я думал, что там надо 50 зомби убить, а оказывается нет. Мне нужно чисто мозги собрать. Тут еще один зомби заспаунился. Но я вижу два последних мозга, в принципе. Я не знаю, зачем нам именно мозги. Ну, типа, возьмем. Так, и что? Все, что ли? Это изи. Вот настолько все просто было. Я думал, защищать надо грузовик. И у него миллион здоровья, и при этом он не особо... Зомби могут задамажить этот грузовичок. Давайте мы добьем зомбаков просто, чтобы, типа, чистенько все было. И будем тогда возвращаться уже в город. Я понимаю, они вообще на меня ноль внимания обращают. Может быть, надо в упор к ним подойти, чтобы они хоть как-то обращали внимание на меня. Ну ладно, давайте возвращаться. Только чел не говорит, что ты будешь использовать мозги, как ингредиент для своего мороженого. Это было бы супер тупо. Ладно. Или замороженные мозги, знаете, типа в виде леденцов. Господи, какой ужас, а? Ну реально просто. Ты из каннибалов хочешь каких-то сделать людей? Ну погнали, короче, я не знаю там. А почему торговцев горит? А, я, видимо, продать им что-то могу. Именно поэтому горит восклицательный знак. Давайте мы избавимся вот от этой шляпы. Энергетик, гранату и прочее мы сейчас выложим, чтобы не захламлять инвентарь. Так, энергетик, энергетику, гранату, граната. Пасту себе пока оставлю чисто ради хила. Так, ну и погнали поговорим с большим эмом и выполним его задание. Вагончик с мороженым, это, конечно, прикольно. Прикиньте, если мне реально его дадут, это будет так офигенно. Так, заходим сюда, поговорим с большим эмом. Миссия выполнена. Отлично, теперь мы можем заняться восстановлением фабрики. Ты присоединим к пекарню и запустим производство. Не займешься этим вопросом? Да без проблем. Подготовка. Готово. Теперь нам надо выдвигаться, как я понимаю, с вами на заброшенную фабрику и подготовить ее к штукам-дрюкам всяким разным. Окей, не вопрос. Постараемся с этим разобраться. Так. Ну, здесь вроде никаких особо усиленных зомби нету, поэтому чисто с винтаря всех разносим. Пока вроде бы автоматик нам не нужен. Уничтожьте прибывающую орду зомби. Да блин, тут большой парень был. Ну, конечно, у меня закончатся патроны в самый неподходящий момент. Этот поливон меня достает подемножку. Так, давайте я перезаряжусь и снова переключусь на винтарь. Так, подготовьте пекарню. А где пекарня находится? Можно мне объяснить? Так, мне здесь не пройти, надо обходить это все. Так, пекарня у нас находится, как я понимаю, где-то в этом направлении. Зомби наступают, отправьте их в могилу. Ага, они обходят меня. Типа за... За этим, за воротами. Там большой зомби идет, надо бы с ним разобраться с помощью автомата. Этих пока он не вышел. Можно расстрелять и из винтаря. Так, перезаряжаемся и добиваем большого зомби. Этих тоже можно расстрелять, в принципе. Так, нам надо куда-то сюда. То есть, мне надо пройти, видимо, вот через эти ворота. Я даже не знал, что здесь есть такая секретная дорожка. Типа тира. А, я же здесь был. И мы здесь проводили эксперименты по поводу какого-то там препарата против зомби, или что-то в этом духе. Используйте экран. Ух ты! Будет мини-игра какая-то, или что? Или просто нажать кнопочку, и типа, игра сделает все за меня. Сейчас увидим. Блин, я думаю, что это за штуки такие двигаются? Это черви, оказывается. Ну, есть пара-тройка червей. Тут, в принципе, ничего страшного. От них мы сможем легко избавиться. Я такое ощущение, я же разве не уничтожу вообще всех червей? Но я знаю, что они на этой локации достаточно часто появлялись. Так, надо немножечко перезарядить оружие. Так, нам нужно забраться на кран, как я понимаю, и затем управлять им. Нет, смотрите-ка, реально придется управлять им. Переместите груз с помощью крана. Где сам груз у нас находится? И меня вот это вот интересует. То есть я могу, в принципе... А, вижу, где груз. Так, нам надо, видимо, еще двигать на самое лево. Ну вот, я вроде бы, в принципе, как раз на груз сделал эту тему. Теперь вниз. Так, зацепили с вами груз. Теперь давайте поднимем его. Хорошо, более-менее. Теперь двигаем груз на крышу, в принципе. Достаточно долго мне приходится его двигать, конечно. Не знаю, давайте еще пододвинем что-то как-то. Может упасть он вниз. Я бы не хотел этого. А, нужно именно на крышу, типа, вот сюда, да? Как я понимаю. Ага, типа, сюда ему надо было. Ну, подними сначала его, окей, чушь. Долговато, конечно, сейчас это надо будет делать. Господи, как же медленно ты все-таки эту хрень вертишь. Так, и еще раз, по-моему. Последняя уже, да? Да. Теперь опускаем ее вниз. Наш крюк. Зацепляем еще один груз и двигаем уже его непосредственно также на крышу. А что это за штуку я такую притащил? Это типа цистерна какая-то, непонятно с чем. Вот это вот, как я понимаю, труба или что-то в этом духе. Чисто для печи. Но это же не похоже на печь, хотя фиг его знает. Это цистерна, может, являться печью. Так, и куда мне надо ее вообще таскать? То есть, вот так вот тебе подойдет или как вообще? Да, видимо, ему нормально это типа. А, идите в пекарню. Ну ладно, давайте спустимся. Так, опять зомби. Так, квотербека сразу же разваливаем. Типа, у него есть фургончик с мороженым, но он, видимо, не захотел производство мороженого. Либо он хочет вообще наладить производство, допустим, и булочек, и мороженого, и всего на свете. То есть, вполне возможно, мы что-то еще с вами увидим. Помимо пекарни и мороженого, будет что-то еще. Было бы, кстати, достаточно прикольно. Так, я убил всех зомби, да, вроде бы всех убил. Даже не обязательно было использовать автомат, и винтовка, в принципе, справлялась здесь. Так, и нам надо двигать саму пекарню. Возьмите мозги квотербека. Зачем? Мне это не очень нравится. Они лежат в вальде с ногами и руками зомби, как я понимаю. Положите в мозги в машину. Зачем? Че мы делаем, господи? Так, теперь нам надо идти дальше куда-то. What the fuck? Что это за производство? То есть, пеките печенье. Сначала я... Я реально из мозгов делаю печенье. Возьмите печенье. Мне кажется, не очень хорошая идея. Все, подготовка фабрики. Нет, все-таки мозги нам были нужны. Почему там был фургончик с мороженым? Может, и мне реально его дадут в качестве новой машины под конец? Теперь мы, собственно, отправляемся с вами в центр нашей локации. И будем сейчас сдавать еще один квестик. Сегодня, кстати, серия, возможно, будет не очень долгой, потому что я хочу, типа, разграничить следование открытого мира и прохождение каких-то заданий. Поэтому, возможно, после того, как я выполню здесь все задания, мы закончим с вами на сегодня. Так, Большой М, здравствуйте. Я пришел вам сдавать квест. Как это выглядит? Миссия выполнена. Производство налажено. Я займусь дистрибуцией, тогда у нас получится идеальный бизнес. Мы с ребятами решили устроить кооперативную вечеринку. Заглядывай, у нас будет торт. А, окей. А куда мне надо зайти на эту вечеринку вообще? Видимо, на карте где-то? Да, на железнодорожной станции есть у нас вечеринка, видимо, некоторая. Погнали, зайдем, посмотрим. Как я понимаю, это финальная будет миссия. Хм-хм-хм. Итак, собственно, нам надо двигать куда-то сюда. О, у них там музон прям качает. Ну, давайте заценим, что там у вас. Вау, у вас тут прямо так все красиво обустроено. Поговорите с гостями и повеселитесь как следует. Ну, здравствуй, танцовщица. Привет, детка, как ты? Привет, а ты? Я немного вспотел от танцев, но мне нравится. Тогда отдохни немного. Мне нужно работать, поэтому разогреваюсь. Наслаждайся вечеринкой. Пока. Член банды. Ну, что ты уставился? Хоть вы гангстер, все на одно лицо, я знаю, что ты исключение. У тебя есть чувство и желание прожить хорошую жизнь. Это самая прекрасная вещь, которую я слышал с тех пор, как говорил с моим лучшим другом. А что с ним произошло? Я его убил, потому что он хотел в свою семью перебраться в Нортаун. Боже, какой кошмар, наверное, его семья сейчас очень страдает. Успокойся, я же не чудовище. Их я тоже убил. И его благоверную собачонку. Кажется, я ошибся. Ты чудовище, я не буду больше иметь с тобой дел. Окей. Так, с этим парнем я не могу поговорить. Бикаем. Ну и как себе, братан? Хорошая вечеринка, но ты какой-то бледный. Наверное, это из-за синего. В последнее время его качество как-то ухудшилось. Ухудшилось. Понимаешь, что ты будешь делать? Да ну нафиг. Лучше начну производить вкусняшки. Мы уже кое-что попробовали. Это очень важное решение. Знаю, проблема в том, что каждый раз, когда я начинаю производить сладости, в итоге все равно выходит синий. Надо лучше стараться, рано или поздно получится то, что надо. Welcome to the... Куда-то там. О, тут прямо все пришли. Ну то есть не все, но многие. Ну правда, я здесь сам знаю мало человек достаточно. То есть вон там барышня только была, которую я знаю, танцовщицу знаю. Этого я не помню, этого я не помню. Вот, вот эту вот девушку я знаю, которая в красном платье. А остальных я в принципе не знаю. Особо. Ага, он блеванул. Я не удивлюсь, если он сейчас еще в зомби превратится. Ну, кстати, это тот чувак, короче, который бандитом был, убийцей. Блин, я хотел с другими гостями еще. Он мертв. О, отлично. Одним засранцем меньше, да, получается. Отличные торты, конечно, испек. Можно я не буду пробовать, а? Я думаю, это не совсем хорошая идея. Здесь отрава. В смысле отрава? Это он сделал отравленную штуку или же все-таки кто-то отравил? На данный момент я больше ни с кем поговорить не могу. Нет, эта тварь все-таки осталась в живых. А у меня кто-то другой, как я понимаю. Нам надо найти человек, который отравил всех чуваков. Давайте поговорим с большим. Эй, ты должен найти того, кто пытался меня убить. И с чего мне начать? Ты что-нибудь видел? Поспрашивай, вдруг они что-то видели. Принято. Поговорите с танцовщицей. Ну, давай, рассказывай. Как насчет приватного танца, здоровяк? Да не, спасибо. Мне нужно найти человека, отравившего торт. Ты что-нибудь видела? Эээ, рассказывай. Хм, вообще-то нет. Я все время тут танцевала. А жаль, но все равно спасибо. Подожди, когда я хотела покурить, я видела, что кто-то относил торт к зданию, которое расположено неподалеку отсюда. Звучит подозрительно. Я все раз знаю. Хорошая работа. Спасибо. А, поищите зацепки в ближайшем здании. Той, секундочку. Я немножко поудобнее устроюсь. А, и мы пойдем с вами лутать здание. Наверняка снаружи опять будут зомби. Мне придется зачищать их. Хотя вроде бы нет. Ну, посмотрим. Я возьму на всякий случай автомат. И выходите, убийцы. Так. А нет, смотрите, здесь ничего такого особого нету, но я могу поискать следы яда либо что-то наподобие того. Вот, вот это пиало похоже на яд. Вы нашли бутылку с ядом. Интересненько. Я даже не удивлюсь, если вот эта вот красная барышня в платье решила все затеять. Хотя наверняка это вот тот член банды, который типа убил семью и всех остальных типа вот этого парня. Да, да, да. О, смотри, мой новый лучший друг вернулся. Я пытаюсь понять, кто отравил торт. Так что тут делаешь вместе со мной? Я могу тебе чем-то помочь? Я нашел пузырек с ядом в одном из домов посредством. Не знаешь, что мог его там оставить? У друга СиДжея есть доступ к таким вещам. Недавно видел, как он уходил и направлялся к Сладу. Пойду поищу его, спасибо. Да это ты же. Друг СиДжея. Друг СиДжея. А что за друг СиДжея? Я... Блин, что, сам не обосрался? От того, что сам по сути и сделал. Да господи, хватит взрывать все подряд. Вот при... Бедного СиДжея, короче... Ааа, друг СиДжея. Это не друг большого М, это друг именно СиДжея. Ааа, то есть, типа он мстит за своего главного, видимо. Не ожидал тебя здесь увидеть. Что тебе нужно? Хочу задать тебе пару вопросов насчет вечеринки. Не понимаю, с какой стати я должен тебе что-то рассказывать? Мне пора идти. Куда ты так торопишься? Вечеринка в самом разгаре. Слушай, я не собираюсь тебе ничего объяснять. Ты мне не мать. Слушай сюда, приятель. Кто-то отравил торт, и единственный человек, у которого есть доступ к ядам, это ты. Ты думаешь, я настолько тупой, чтобы использовать фиолетовую склянку с ядом? Откуда ты узнал про свет склянки? Ты только что доказал, что действительно настолько тупой. Сам признался. Ааа, СиДжей был моим лучшим другом. Большой М должен сдохнуть за то, что сделал. Если ты меня отпустишь, клянусь, я больше не буду его преследовать. Ну уж нет, ты должен понести наказание. Ладно, я тебя отпущу, ты должен браться из города. Ааа, иди к черту. Я добрый. Я играю с доброго парня, поэтому я всем помогаю. Надеюсь, из-за этого Большой М не сдохнет, хотя бы. А если нет, я вернусь и убью тебя, если ты еще что-нибудь выкинешь. Понял, братан? А мы с вами отправляемся обратно в город. Так что давайте отправляться в городишко наш, и дальше будем думать, что будем делать дальше. Скорее всего, это был последний квест, но мне так кажется. Вполне возможно, я могу и ошибаться. Так, идем в банду синих. Поговорим с Большим М. Так, сюда заходим. Здравствуй, Большим. Я с Деллиль. Еще раз спасибо, что спас меня. Вероятно, у Сержа есть еще такие друзья. Мне следует быть осторожнее. Продолжай. Все идет по намеченному плану. Спасибо за все. Если будешь в городе, заглядывай. Прощай. Давай, до встречи. Новый уровень. Тем временем, 8 очков умений. Давайте мы их вложим с вами в разговор. Да, у нас как раз 8 очков, и мы можем полностью прокачать на 140. В будущем, я, наверное, не буду больше качать типа эту фигню. Еще надо как-то мне поднять сотый уровень, как-то сделать без квестов, чисто... А, ну, на ежедневных квестиках. Да, вполне вероятно. А дальше нам нужно будет с вами улучшать, собственно, базу в открытом мире, как я понимаю. И, типа, на этом игра будет полностью пройдена. Давайте мы направимся с вами в открытый мир. Но будем играть в самом открытом мире только уже, наверное, в следующей серии. Сегодня будет коротенькая серия достаточно. Нифига себе, сколько тут локаций. Присутствует, присутствует. А я уже улучшил открытую базу, открытого мира до восьмого уровня или еще нет. Я вот этого не помню. Но я не вижу, на самом деле, новой локации. То есть, вполне возможно, я еще и не улучшил базу. Давайте зайдем в центр и посмотрим. Мне просто реально интересно, улучшил ли я базу. До восьмого уровня. То есть, да. Радиостанция уровень 7. Нет, я не улучшил ее. А для того, чтобы ее улучшить, мне нужно 49 кусков. То есть, еще в два раза больше денег, чем у меня имеется на данный момент. Госпиталь седьмого. Базовый лагерь уже восьмого уровня. Вот так, кстати, выглядит базовый лагерь восьмого уровня. Максимально прокачанный. Давайте зайдем внутрь, посмотрим. Так сказать, под конец серии изучим то, чего мы достигли в этой игре на нынешний момент. Как я понимаю, новые уровни недоступны. То есть, с новым обновлением не добавили новых максимальных уровней для открытого мира. Ну, неплохо, в принципе. Здесь тоже, кстати, играет рождественская музыка и наверняка есть... Да, рождественские украшения. Прикольно. О, извините, здесь еще на большой базе у нас есть теперь огород. То есть, это максимальный уровень базы выглядит вот так. Подарочки имеются. Госпиталь, снежный мустанг можно будет потом прокачать, но это уже глубоко после этого. Давайте на торговые точки посмотрим по контрактам, может мы можем что-то выполнить. Да, я могу вот, допустим, забрать эту награду. Мне нужно 7 бинтов и 3 витамина. До конца сброса 2,5 часа. Здесь нужно 2 сухпайка и 5 ключей. Сухпайков у меня вроде бы не было в инвентаре, если я не ошибаюсь, нужного количества. Да. К сожалению, сухпайков у нас нет. Но мы можем взять, допустим, это... Как она называется-то? Что я хотел сделать? А, да, вспомнил. Я хотел бинты с себя снять, чтобы у меня было активным задание. То есть, вот так вот делаем. Блин, я еще и не продал тут некоторые вещи, но ладно. Так, забираем награду, собственно, в виде 4000 монет. Вот еще меньше нам осталось теперь до грейда последнего уровня базы. Так, тушенки у меня 15 штук точно не наберется. и, собственно, давайте выложим лишние вещи, так сказать. То есть, вот гранаты, патроны, еще патроны, световые, саму бутылочку, что еще там, бензин. Ну и остальное, в принципе, мне все пригодится. Если я не ошибаюсь, то есть, это мы продадим. А, надо еще эти... избавиться от лишних... Давайте я просто воду выпью и выкину еще сюда вот эти таблетки. Это я продам, и... эту штуку я тоже продам потом в будущем. Давайте восполним запас бензина. И погнали еще смотрим оставшиеся, собственно, точки, как у нас выглядят. То есть, торговая точка у нас выглядит примерно вот так. Добавилась, типа, светодиодная подсветка, и прикольная выглядит достаточно у нас торговая точка. Но не так роскошно, конечно, как вот базовый лагерь. Вот это вот, мне, конечно, огородик вот этот очень нравится. Я бы хотел вот даже поближе изучить, подойти. Помидорки, тыковки, прям все по красоте. Тут еще можно пройти, видите, генератор работает, даже бассейн есть. Правда, он вроде бы пустой. Блин, я не могу посмотреть, пустой он или нет, потому что он слишком высокий для меня. Мне кажется, он пустой. Хотя нет, я могу вот здесь вот подняться, да, залезть на изгородь и примерно вот так вот посмотреть. Либо он пустой, либо там вода настолько прозрачная, что кажется, что он пустой. Торговый пост сам по себе типа двухэтажное здание, но в нем нет ничего такого необычного. То есть, да, здесь у нас консервы, будто и кружки, не знаю, зачем кружки, здесь виски, разные овощи, вот есть немного бензина. Дальше имеется у нас патроны, мука, молоко, картошка, крупы, различные овощи, кусочек трубы даже имеется, флаг, не знаю зачем, дрова, печь. Это что такое? Это пасхалка, видимо, какая-то, но я не в курсе, что за пасхалка. Дальше лаборатория. Лаборатория у нас тоже уже увеличилась, цистерна добавилась сбоку с вентилем. Также есть ветряная мельница, которая, видимо, играет роль энергии, фигни. Есть еще одна цистерна вот здесь, но это еще не максимальный уровень, вот для торговой точки, для лаборатории, для радиостанции и для госпиталя не максимальный уровень. Вот это вот финальный уровень базового лагеря, он выглядит вообще красиво, мне нравится. Еще и сверху есть маленькая такая пристройка с смотровой башней, типа. Внутри имеется просто несколько трупов, пара канистр бензина и ведро, ну и стол. Возможно, когда мы улучшим его до следующего уровня, здесь будет уже покрасивее все. Внутри, по крайней мере. Здесь есть еще куча бочек с бензином. Дальше, собственно, радиостанция. Радиостанция выглядит максимально просто, просто спутниковая антенна, еще одна спутниковая антенна, мусорка, щиток есть рядом неподалеку, снаружи, в принципе, выглядит так себе. Есть еще несколько спутниковых штук и каких-то, видимо, передачи сигнала. Внутри имеется солнечная панель, спутниковая антенна, провода, стул, телевизор, еще аудио и стереосистемы. Дальше имеется набор ящик с инструментами, видеоплеер, какой-то вентилятор, граммофон, а я не могу с патефоном этим взаимодействовать. Граммофон, патефон, какая разница. Дальше это у нас получается с вами радио, портативное и еще одна маленькая спутниковая тарелочка. Здесь вроде бы тоже все изучили. Ну и последняя локация это, собственно, госпиталь. В госпитале у нас, значит, есть лавочка, пара флагов, типа, что здесь точка лечения. Еще есть палаточка небольшая, видимо, на свежем воздухе для оказания первостепенной видится с такой помощью еще один флаг. Здесь у нас белье какое-то развешено, внутри имеется контейнер со льдом, дальше, собственно, мусорное ведро непонятно с чем, карты, книги, транспортиры, линейки, лампы. Это у нас какие-то бутылочки непонятные с чем, гаечные ключи, шестеренка, зачем в госпитале это не понимаю, бутылки с непонятными жидкостями, но это виски, это похоже на масло какое-то, там вот вино вроде бы стоит и еще непонятная бутылка, то ли тоже с маслом, то ли чем-то подобным. Кулер есть, нифига себе, кулер у вас есть. И череп, куча медицинских книг и аптечка. О, есть еще шприц, этот, большой медицинский шприц с большой иглой. И кровать. Ну и соответственно еще есть с бинтами и полотенцем бадья. Как-то так. Вроде бы внутри тоже все изучил, более-менее. Ну вот как-то так, собственно, да, но это мы уже будем с вами улучшать. Первым делом я хочу радиостанцию улучшить, потом я хочу заняться наверное даже не знаю. Потом, наверное, прокачаю лабораторию либо торговую точку. Одну из этих двух посмотрим. Я еще не знаю, что именно, но пока что именно да. Ну и в самом конце мы прокачаем госпиталь. И когда мы прокачаем с вами здесь все, что возможно, у нас будет, собственно, игра пройдена полностью. Как-то так. Будем тогда ждать еще, может быть, каких-то обновлений, хотя не знаю, написали, что типа история закончена, не знаю, будет продолжение или нет. То есть, узнаем. Но вроде бы они там в конце сказали, что возможно продолжение будет. То есть, это не конец истории, они сказали. То есть, в этом духе они как бы не обманули. Ух ты, елочка есть. Прикольно. Ну, в общем-то, пока что будем улучшать и продолжать играть в эту игру. Я думаю, еще некоторое время мы сможем с вами в ней провести. А на этом большое спасибо за просмотр. С вами был Ник. Удачи, до скорых встреч и мы еще увидимся. На этом пока что все. Пока-пока.